Ну что ж, друзья, от близнецов мы сегодня ничего не добьёмся, заслушаем известных людей. Встречайте, Геннадий Хазанов. Давненько я не бывал на чужих юбилеях. И сегодня, собираясь сюда, я посмотрел, кто ещё родился в этот день. Великие люди родились. Главный индеец Советского Союза Гойко Митич. Легендарный вратарь Ринат Досаев. Гений хоккея Павел Буре. Перельман, великий математик, поразивший россиян тем, что отказался от премии. Сергей Маковецкий, величайший актёр современности. И, наконец, Джань Янсунь. Китайский прыгун в воду. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех этих людей. Ну, а братьев с тем, что они родились в один день с такими замечательными людьми. Ну, а поскольку братья постоянно попугайничают, я поздравлю их от своего персонажа старого, который вы знаете. Попугай. Все знают, что меня сдали в зоопарк. Но мало кто знает, что меня оттуда забрали братья Пономаренко. Неделю я жил у одного, неделю у другого. Один учил меня говорить, Сашка дурак. Второй Валерка дурак. Я всё это выполнял и жил хорошо. Кормили вдоволь. Но, когда они затащили меня на юбилейный концерт, я долго сидел в клетке, наконец не выдержал, высунулся и сказал, товарищи, товарищи, старший брат отбирает игрушку у младшего. Сама, не дайте развалить дуэт. Теперь не знаю, что будет. Наверное, продадут меня Леону Измайлову. И мне каждый день придётся пять часов слушать его монологи. Потом три часа на бис. И три часа на зло. Но что касается самих братьев, я хочу им пожелать, чтобы меняя лица, они всегда оставались при своём лице. Спасибо. Близнецы, они как две капли воды. Только вода это H2O, а близнецы О, H2. Вот реприза должна была лучше пойти. Я автору укажу. Мало кто знает, что я дал братьям творческую жизнь. Я их отец и мать их. Валерик получился весь в отца. Сашка, вылитая мать. Оба вылитые я. И что? Дети выросли и забыли своих родителей. А как бы мы смотрелись на эстраде. Как ты, богатыря. Я, Илья Муромец. Братья всё остальное. Елена Степаненко, Василиса, прекрасную. И премудрая, как пойдёт. Но не сложилось. И теперь я официально заявляю. Я подаю на алименты. А то взяли моду родителей бросать. Я сам себе сделаю клона. Одного. Нет. Двух. Нет. Трёх. Нет. Десять. Ах, если бы сбылась моя. Я с творчеством Пономаренко не знаком. Поэтому ничего плохого сказать не могу. Я подожду. Спасибо, я смеха ждал. Что такое пятьдесят? Это возраст? Это не возраст, это доза. Дайте мне мои пятьдесят. В двадцать мне эта цифра казалась ужасной. Я был уверен, что это глубокая старость. Сейчас я понимаю, что это была вторая молодость. Когда хочу и могу, были синонимами. Так вот, пятьдесят это прекрасно. А два по пятьдесят прекрасно вдвойне. Жаль, что ничего не довелось написать братьям. Они пробуют сами. Поэтому дам им напутствие. Если хочешь молчать, нужно вымолчиться. Если хочешь сказать, нужно высказаться. А если хочешь писать... Танцуй. Спасибо. Спасибо.